Привет, друзья! И подводим итоги года. И в эту часть войдет то, что не вошло. В первую часть здесь будут те вещи, которые можно потрогать. Но также будут вещи, которые нельзя потрогать, но которые действительно мне очень-очень нравились. В 2015 году я бы хотела с вами поделиться. Ближе к делу, поехали! И первое, это будет одежда. И я из тех людей, которые любят влезать в одну и ту же одежду и носить ее каждый день. И это может продолжаться месяцами и даже годами. Причем не потому, что я там ленивая и не хочу выглядеть красивой, я реально настолько привязываюсь к некоторым вещам, что они просто сливаются со мной, они становятся частью меня. И у меня были джинсы, которые я купила в Англии, черные джинсы в обтяжку. И я их носила очень много лет. Они буквально недавно у меня совсем порвались от старости, и я просто не могла из них вылезти. Они настолько мне нравились, настолько у меня были прекрасные воспоминания об этой поездке в Англию, что... У меня до сих пор, кстати, висит черная блузочка, которую я купила также там. Я до сих пор ее ношу и ношу, и просто аж... А, Англия, я была там так сейчас. В общем, я очень люблю носить вещи. Это будут красные теплые дутые штаны для сноуборда. Но на сноуборде я не катаюсь. И... Как вам это показать? Это большие длинные красные штаны. Они мега теплые. Они офигенного качества. Это Коламбия. И я их ношу с 8-го или с 9-го класса, вы не поверите. Это настолько качественная вещь. Я ношу ее каждую зиму, потому что я ненавижу колготки. Я вообще анти-колготочный просто маньяк. В общем, для тех, кто не хочет снимать норму, для тех, кто не любит колготки, любит активный образ жизни, как я, то... И следующая вещь я начала носить сравнительно недавно, около нескольких месяцев назад. Я оценила всю прелесть этого. Это спортивный лифчик. И фирма это... Nike? Да, Nike. Я даже не думала, насколько лифчик меняет вообще твое восприятие спортивной жизни. Он настолько тебя делает раскованный, ты настолько проявляешь себя в наиболее полной мере, ты показываешь всю себя, ты просто выкладываешь на 100%, так как в обычном лифчике ты такая, ой, но я не буду делать это упражнение, у меня сейчас тут все соскочит. В общем, друзья, серьезно, я... Я в шоке. Я темный человек, я просто из леса вышла, что я до сих пор не носила такие вещи. Это мои леггинсы. Это спортивные леггинсы Reebok. И качество здесь просто... Так же, как и у моих красных штанов, мне кажется, я буду носить их много лет. Ну, если только не разжирею, или не очень сильно похудею. Это классная вещь, серьезно. Я бы носила ее куда угодно. Ну, в общем, я ее и носила куда угодно. Я даже летом ее носила, не только на тренировке, ну и каждый день, каждый божий день. И следующая вещь, ее, в принципе, невозможно потрогать, если только своим разумом. Но это такое некое нововведение вообще на моем канале, потому что я не откровенчивала с вами сильно на такие темы, но это будет лучшая игра этого года. И как вы знаете, что я иногда люблю поиграть во всякие игрушки. Ну, очень редко. И у меня с ними такое же отношение, как с одеждой. Я нахожу игрушку, и если она мне нравится, я влезаю в нее. И очень многие годы могу из нее не вылезать. То есть я могу играть в одну и ту же игрушку, абсолютно не на какие-то новинки, не на какие-то плагины, аддоны, дополнения. Я ничего этого не делаю. Я играю только в одну игрушку. У меня был такой с пластелином колец онлайн. До тех пор, пока в России ее не прикрыли. Но это была моя любимая игра на тот момент. В этом году я открыла для себя Oblivion, то есть The Elder Scrolls. Но самое интересное, что я хотела скачать, тебе Skyrim. Но мой маленький плохой никитутбук сказал, нет, я не хочу качать Skyrim, я слишком слаб для этого, я еще не вырос до него. Поэтому только Oblivion у меня и пошел. И я ни разу не жалею, что я его скачала, потому что это офигенная игра. Эта игра понравится, наверное, не всем. Все-таки, наверное, не всем. И у нее такая особенность, что чем больше вы в нее играете, тем больше она вам нравится. Серьезно, я начала в нее играть, и мне вот это управление, оно меня убивало. Я чувствовала себя реально какой-то тупицей, я вообще просто куда, чего идти, что за бред какой-то собачий здесь творится. Но с каждым днем я понимала, что это классная игра. Это настолько интересный геймплей, настолько интересный сюжет, что я человек, который играл в Perfect World, да в тот же Лусь и колец, где практически все одно же. Подай, принеси, убей и все. То здесь настолько классный сюжет, настолько прикольные герои, и диалоги, есть даже всякие юморные квесты. В общем, я начала играть в него, в нее в сентябре, и до сих пор играю, и уже прошло много всяких дополнений, кучу всяких плюшек я на нее качаю, и я понимаю, что это очень качественная игра. И я играю в нее, потому что мне это действительно интересно. Мне интересен сам сюжет. Это как, знаешь, попадаешь в кино, где все подчиняется мановению твоего Лука и Лича. И следующий рандомный фаворит, это, конечно же, хна. Хна Art Color, обыкновенная классическая иранская хна, которая стоит 24 рубля в магазине, в любом, практически в любой пятерочке, в любом Дикси должна быть. И это реально открытие, потому что я тратила большие деньги на хну, серьезно, я заказывала ее из Москвы, или заказывала на дом, или выкупала ее, и мне очень было довольны результатом, в принципе. Это того стоит. Я не знаю, я должна либо закупиться на всю свою жизнь, либо попросить компанию Art Color, чтобы они никогда, никогда не прекращали поставку этой хны в магазины, потому что это качественный, хороший продукт, который сделает ваши волосы просто конфетками, серьезно. Он не портит волосы, не высушивает их, если вы, конечно же, правильно завариваете их, но добавляете масла, и, в общем, все по канону. Да. Я решила его включить, потому что поняла, что это настолько смешно, и настолько странно, и настолько обычно. В общем, это моя любимая еда этого года. И, казалось бы, то что там может быть? Мы все едим разные продукты, нам много что нравится, но, друзья, этот продукт я поглощала очень много, почти каждый день, даже сейчас у меня, вот он лежит, я хочу вам его показать. Это хлебцы. Самые обычные хлебцы, совершенно разные, в данном случае у меня какие-то knackbrood, это то ли датские, то ли норвежские, то ли шведские, в общем, в общем, хлебцы я поглощала просто с неумеренным аппетитом. Я обожаю хлебцы, наверное, да, даже так. Причем я люблю пробовать разные, пробовать новые, я ем просто как десерт. Вы не поверите, но вчера мой муж принес домой пончики, я, к пончику у меня такое отношение, я хочу их где-то раз в год, или раз в два года, вот, и я тогда хотела пончики, но до этого я так пережила этих хлебцев, что я смотрела на эти пончики и понимала, ну, боже, нет, мне некуда, я так наелась, что ж ты ела такого? Хлебцы, хлебцы, как можно наесться какими-то хлебцами диетическими? Очень легко, если жрать их очень много, как я. В общем, я люблю хлебцы, но, друзья, не берите пример с меня, не поглощайте их в больших количествах, иначе пузик будет болеть. Давайте перейдем к волосам. В прошлых видео я уже показывала, я обожаю это масло. Масла из фикс прайса, масла из аптеки, вот в такой упаковке. Это классные масла, абсолютно все, в том случае облипихово, я его использую для тела, для лица, и для волос, для всего. Это просто перфект, за 49 рублей. Знаете, у меня особое отношение к шампуням и бальзамам, ну, настолько особое, что я их не люблю. Почти ни один шампунь и бальзам мне не подходит, ну, за исключением, вы знаете, Yes to Carrots, у меня был бальзам, и он был классный, но это более дорогая косметика. В общем, я нашла два друга, которые мне очень подходят, я покупаю уже не первые бутылочки, это L'Oreal L'CF роскошь 6 масел, легкий питательный шампунь. Чем мне нравятся эти шампуни и бальзамы? Чем вообще мне нравится эта линейка? Она действительно подходит волосам сухим, волосам жестким, волосам, которые нуждаются в явном питании и увлажнении, то есть то, что в принципе нужно мне. Мои волосы, они жесткие, густые. И когда вы даже смываете этот шампунь, его достаточно сложно смыть, такое чувство, что вы смываете масла, то есть обычный шампунь его промыла раз и все, то с ним приходится повозиться. Я реально чувствую, что мои волосы такие скользкие, гладкие, напитанные. Это круто. Бальзам не такой питательный, но тем не менее он тоже дает свою лепту, потому что я пробовала использовать другие бальзамы после этого шампуня, такого эффекта не было. Вот высушиваете голову, и волосы гладкие, красивые, напитанные, и самое, что классное, они не грязнятся на следующий день, потому что несмотря на то, что здесь масла, волосы хорошие. Поэтому, друзья, у кого жирный или нормальный волос, наверное, я бы не советовала, но сухие, жесткие, какие-нибудь кудрявые, пуховые волосы, почему бы и нет? Это хороший продукт. Теперь затронем тему любимого фильма и сериала. И в этом году у меня был фаворит, который я, наверное, пронесу и дальше. Фильм Вальгалла сага о викинге. И этот фильм, опять-таки, не для всех. Если вы смотрели фильм Фонтан, то, если он вам понравился, то Вальгалла вам, скорее всего, понравится. Это классный, красивый фильм. Вы знаете, мое нутро, мое зрение, мое внутреннее восприятие красивого, оно радовалось. И да, в мое восприятие красивого иногда входят какие-то сцены насилия и убийства. Есть такое. Но, кстати, вот сцены природы, пейзажи, вот эта вот холодная скандинавская красота. И да, в этой картине, безусловно, есть глубокий смысл. Причем для каждого человека он будет свой. Как говорится, каждый человек думает в меру своей испорченности. И я открыла в этом фильме что-то для себя. Главный ролик, конечно же, Мэтс Миккельс. Что может быть красивее вообще? Собственно, после этого фильма я открыла для себя этого актера. И поэтому в течение, с течением обстоятельств и мой любимый сериал это, конечно же, Ганнибал. И скептически относилась к этому сериалу, потому что я считала, что нет ничего лучше Ганнибала с Энтони Хопкинсом. Это лучший Ганнибал всех времен и народов. Это просто фильм моей юности, моего детства. И я очень-очень его люблю, просто со всей теплотой и душой. Но я посмотрела Вальгалу и поняла, почему бы Ганнибалу не дать шанса. Я начала смотреть, и мне осталось посмотреть одну серию последнего сезона. Ну, как последнего, третьего сезона. Так как сериал все-таки закрыли и, скорее всего, не будут снимать. Если бы я была режиссером, если бы у меня были какие-то режиссерские таланты, навыки, которых у меня все-таки, наверное, нету, то я бы снимала такие сериалы, серьезно. Вот именно с таким смыслом, с таким сюжетом, с такими поворотами событий, с такими диалогами. И просто... У меня иногда такое чувство, что режиссер просто залез в мою голову. Мне настолько нравится этот сериал, настолько нравится подача, диалоги просто... Я не знаю, просто послушайте эти диалоги. Если вы интересуетесь психологией, если вы интересуетесь психиатрией и манипуляцией над людьми, даже если есть такое, это интересный сериал даже с точки зрения узнавания человеческой психики. Если вы хотите лучше понимать людей, лучше понимать их мотивы, какие-то их желания, может быть, предугадывать, прогнозировать какие-то события, то, я думаю, очень полезно посмотреть его. И, наверное, я расскажу вам о своем самом любимом виде спорта в этом году. Я начала бегать в апреле месяце и с уверенностью могу сказать, что бег это лучшее открытие этого года. Я поняла, что бег это действительно наркотик. Если ты единожды начал бегать и пронес в своей душе эту любовь, то ты всегда будешь хотеть бегать. Это реально наркотик. Вот сейчас зима, и то я сейчас пытаюсь как-то бегать с собакой, заниматься снегом, а не кроссом. Ну, ввиду отсутствия нормальной обуви, конечно, это мучение, но вот это вот ощущение счастья, ощущение полета, вот это вот когда организм просто наполняется кислородом, зимним воздухом. Это неописуемое ощущение. И после этого чувствую себя отлично. В общем, бег это мое открытие, и я жду, когда он наконец растает снег, хотя я люблю снег, и начать бегать, потому что бег это реально открытие этого года, это спорт, который мне очень-очень-очень понравился. Ну, что тянуть козла за рога? Давайте перейдем к косметике. Косметики декоративные у меня было совсем немного, потому что в этом году я на удивление немного красилась, совершенно недалеко, не каждый день, но я абсолютно не заморачивалась с макияжем, не то, что как сегодня, конечно же, я хочу перед вами симпатично выглядеть. Это были тени Maybelline Color Tattoo, у меня четыре оттенка, бронзовый, бронзовый вообще был моим любимым, особенно на лето, старинный тауповый, этот коричневый оттенок, который уже засох давным-давно, и я им иногда рисую дрови, ну что, сейчас мне не очень подходит, так как у меня рыжие волосы, розовый, офигенный, такое розовое золото, я бы сказала, и золотые тенюшки, которые сейчас у меня, кстати, на макияже. Это классные тени на каждый день, если вы не хотите париться с макияжем, просто взяли кисточку или палец, натыкали себе на подвижное веко, сделали стрелочку или просто накрасили тушью и поближали, и вы красивые, свежие, и это беспроблемные тени на каждый день у меня. Пронесла ту помаду, которая сейчас у меня на губах, я даже кто-то у меня спрашивал, это Maybelline из серии Hydro Extreme, длинный вкус, оттенок 390, пахнет реально каким-то вином, это бордовый, винный, вкус, винный оттенок, который капризный до ужаса. Носить его куда-то, не знаю, на работу, на учебу, это весьма проблемно, потому что он увлажняющий, он такой масляной текстуры, наносить его без карандаша невозможно, стекает, затекает куда только можно, но я нашла способ, как его носить. Главное, вторая любимая помада, это Catrice 340, Berry Bread Show, серии Ultimate Color, это такой пыльно-сливовый цвет, скажем так, немножко старейший, я бы сказала, поэтому наносить его отдельно я бы не советовала, но у него классная, матовая, стойкая текстура, поэтому я просто, запах сладкий прям, просто наносила его на губы, не очень плотным слоем, на карандаш, соответственно, и сверху наносила вот этот мой винный вкус, и цвет получался, кроме того, что стойкий, он получался более насыщенный, еще более темный, с таким легким фиолетовым отливом, и мне это вообще очень сильно нравилось, и я, наверное, в этом году буду покупать еще больше помад, потому что как-то я не покупала косметики в последнее время, вообще никакой новой, но хочется закупиться именно помадами, какими-то красными, фиолетовыми, коричневыми, в общем, какими-нибудь прикольными цветами. Так что, друзья, это были мои итоги года, в которые вошли и предметы, как вы могли заметить, и одежда, и какие-то невербальные явления, поэтому эти вещи действительно доставляли мне большое удовольствие, они мне очень-очень нравились, ну, за исключением хлебцев, конечно же, я могу вам все это посоветовать, потому что круто. Я желаю вам в этом году всего только самого классного, я желаю вам исполнения всех ваших желаний и всему свое время. И будьте счастливы, до встречи в следующих видео. Пока-пока!